Как говорил раньше, сегодня наконец-таки поговорим про сборку кастомного корпуса. Вот как-то так по жизни сложилось, что не люблю я башни. Особенно вот эти стандартные дешевые башни. Но я о корпусах говорю. Почему-то мне нравятся вот десктопы. А нормальных таких десктопов дешевых я не видел, чтобы выпускали. В общем, так сложилось, что я делаю корпуса последние годы под себя. Да, изначально я сделал один корпус из алюминия и оргстекла. Но он немного был больше, чем надо. Я брал с большим запасом. И сейчас я решил сделать новый, так сказать, уже зная все свои потребности, более практичный корпус. И тем, как его сделать, я хочу поделиться с вами. Собственно, для начала нам понадобится что? Алюминий. Обязательное. Первое дело, что нам потребуется. В общем, если что, в этом видео я хочу поговорить только о компонентах. О том, что нужно будет закупить и сколько это будет стоить. Все цены будут указаны наверху. Смотрите вот там на видео. В долларах. Чтобы каждому было понятно. Потому что, знаете что, зрители, я не знаю, откуда ты смотришь это видео. Ты из России, там, Белоруссии, может быть, Украины или еще откуда-то. Чтобы вот не было этой путаницы с переводом валют. Сразу, короче, в долларах. Ну вот. А если смотри. Лист алюминия. Отрезок может быть любой. Главное, чтобы не слишком маленький. Как минимум, в длину он должен быть, ну, в ширину не менее, чем, там, сантиметров 40 на 50. Вот так. Хотя бы, хотя бы, как минимум. То есть, тут что важно. Все зависит от того, под какую плату вы делаете. Вот сейчас я в руках держу стандартную мини-АТХ. Она примерно 22 на 24 сантиметра. То есть, понимаете, что кусок алюминия должен быть больше. Больше настолько, что положилась плата. Плюс жесткие диски должны поместиться. Плюс блок питания. Если это какой-нибудь дешевый китаец. Ватт на 400, на 450, на 500, типа вот такого. То это, как говорится, надо меньше. Если у вас здоровенный полтора киловаттный блок, то, конечно, берите больше. Короче, лучше берите отрезок алюминия такой побольше. Хотя бы, там, шириной, ну, не знаю, 30 на 70 сантиметров. Вот так. Будет вполне достаточно. Лучше метр на полтора, тогда вы сможете, в принципе, там, хоть супер АТХ сделать. В общем, с этим разобрались. Лист алюминия стандартный. У меня в данном случае кусок 300 на 600 миллиметров. 1,2 миллиметра в толщину. Этого будет вполне достаточно. Можно и 2 миллиметра. Тогда корпус будет реально крепче. Но этого хватит вполне. Дальше что? Это в качестве дна и верхней крышки. Но делать из оргстекла я вам ни в коем случае не рекомендую. Во-первых, там будет и статика, которая может действовать на плату. Плюс еще кое-какие вещи, которые в следующих частях вы узнаете, почему именно так. Ну и просто оргстекло будет трескаться, понимаете. Под весом всего компьютера оно может потрескаться. Но если у вас будет толстая, там несколько миллиметров, то оно выдержит, конечно, но ни в коем случае не рекомендую. Алюминий взять сам оттоп. Дальше, следующий момент. Каркас делается, конечно, из уголка. Тут я ничего нового придумывать, конечно, не собираюсь. Все как оно есть, так вот и скажу. Я вот в данном случае держу маленький кусочек, отрез уголка 15 на 15 миллиметров. Но я вам настоятельно рекомендую, конечно, брать 20 на 20. Это вот стандартный размер. 20 на 20 берете и не ошибетесь вот никогда. Берете в строймагазине, обычном магазине стройматериалов. Стандартные куски. 2 на 2 метра. Либо можно взять даже и метр на метр. Будет вполне достаточно. Я взял два отрезка двухметровых 20 на 20. Но потом понял, что мне этого не хватит, поскольку придется еще делать внутренние стойки для крепления жестких дисков, дисковода и прочего. Поэтому на это тоже уголки нужны. Не только на корпус. Так что берите больше. Но мне вот не повезло, я обошел все строймагазины в своем городе и второй раз там 20 на 20 не было. Только 15 на 15. И поэтому я решил взять 4 метровых куска 15 на 15. И буду использовать их вместе, скомбинируясь с теми, которые 20 на 20. То есть вертикальные вот такие стойки я собираюсь сделать из уголка 15 на 15. А горизонтальные, верхние и нижние, буду использовать 20 на 20, более крепкие. В общем, как-то так. Дальше. Кроме уголка и листа нам еще понадобится оргстекло. Вот не смотрите, что оно синее такое. Это просто пленка наклеена. Оно прозрачное совершенно. У меня небольшой кусок, толщина здесь, не знаю, миллиметра, наверное, может 2. Это сильно тонкая. Я бы вам рекомендовал, это просто у меня остатки, я бы вам рекомендовал брать больше. Берите, обычно там продаются в магазине куски акрил, ну метилакрилат, либо какой-то поликарбонат, не ячеистый только. Только не ячеистый. 4 миллиметра это будет самое то. 4 миллиметра, ну 6 это уже может быть будет толстовато сильно, в моем случае. Но в принципе от 2 там до 8 миллиметров больше и меньше не надо. Сильно меньше оно потрескается. Куски, все зависит от того, сколько у вас будет окон там или каких-то открытых деталей, где вам понадобится оргстекло. Так что больше-меньше смотрите сами. Я взял у меня вот отрезок, плюс у меня там еще кое-какие небольшие есть отрезки, типа еще вот такого. Там небольшие окошки, поэтому мне этого хватит. Дальше. Еще вот такая металлическая полоса. Полоса шириной 20 миллиметров, ну то есть 2 сантиметра ширину и 2 миллиметра толщину. Довольно-таки такая, ну толстая. Хорошая полоса понадобится для усиления конструкции, там для различных вещей. Потом увидите, когда будет непосредственно сборка. Короче, вот полоса. Я брал 2 двухметровых, но потом мне понадобилось кое-что сделать и я в общем часть отрезал. Так что, ну мне тут хватит. Я думаю, 1-2 метровый вполне будет достаточно. Далее. Обязательно нам для работы, для скрепления, можно, конечно, делать и на болтах, но я бы рекомендовал, конечно, заклепки. Обязательно берите заклепки. Какие лучше брать заклепки? Заклепка такая стандартная, маленькая. По-моему, она там сколько-то, 3,2. 3,2 миллиметра в диаметре. А длиной, длина вот этой головы, лучше берите, чем длиннее, тем лучше. Я сначала взял, ну не знал, взял 6 миллиметров. Но оказалось, что это слишком короткое. Понимаете, когда расплющивается она, то сжимается очень сильно. И, короче говоря, если вы хотите хорошо, качественно все сделать, то лучше, если вы, например, 2 или 3 слоя скрепляете металла, ну 2-3 листа, лучше берите как можно длиннее. То есть 3,2 в диаметре и как можно больше, там 10 миллиметров в длину. Можно даже 12, если найдете, берите, вот будет вообще ништяк. Конечно, если используете заклепки, то вам понадобится и сам, собственно, прибор для заклепывания. Вот такой заклепочник. Ну, стандартная здесь голова. То есть вставляется заклепку, и потом одной рукой оно обламывает ее, и получается, в общем, так, как на картинках, как вы видели. Отличные, качественные скрепления. Кроме того, вам понадобится, для того, чтобы устанавливать материнскую плату на лист алюминия, вам понадобятся специальные вот эти крепления, такие граненые алюминиевые, не алюминиевые, бронзовые, такие какие-то латунные. Ну, вы видели, где материнская плата крепится в корпусе, там такие, да, штуки. Обычно там резьба может быть М4, М3, или М3, М3. То есть внутренний диаметр, чтобы винты туда накручивать, М3, либо М4. Ну, и внешняя резьба, чтобы накручивать саму эту штуку. Обязательно покупайте. Где их можно взять? Можно купить вот такие наборы, на Алиэкспрессе продаются, или типа такого. Можно купить отдельно на развес. Вам понадобится, я думаю, ну, десяток максимум этих стоек с винтами М3, либо М4. Обязательно нужно будет, чтобы крепить. Если что, у вас нет, или вы не хотите взять, со старого корпуса, например, отвинтить, это тоже вполне сгодится. Но я бы не рекомендовал. Конечно, лучше взять готовое. Дальше, что еще понадобится из инструментов. Ножницы по металлу. Ну, любые у меня вот такие небольшие есть. Обязательно. Пила. Пила. Ручная ножовка по металлу. Очень нужная вещь, пригодится. Также обязательно понадобится и рабочий инструмент. Ну, отвертки я не беру, это 100%. Рабочий инструмент, это какой-нибудь мини-гравер, мини-дрель. Типа там, дремели. У меня есть вот такая, совершенно, как говорится, тупая китайская, конченая фигня. Я вам такую использовать не рекомендую. У меня просто сейчас другой нет. Поэтому берите обязательно, которая на 220 вольт сразу от розетки, чтобы мощность была хорошая. Потому что я не знал, когда-то давно брал вот эту. Тут блок идет 12 вольт 1 ампер. Ну, то есть 12 вольт мощности всего лишь. Она слишком слабая, практически рукой можно остановить. Поэтому, ну, если подыскиваете себе дрель, берите мини-гравер, этот дремель какой-нибудь с регулируемыми оборотами. И такой достаточно мощный. Сотню ватт желательно, как минимум. Обязательно понадобится. Чтобы выпиливать, сверлить, без этого не обойдетесь. Так, далее еще. Если вы серьезно намерены делать корпус, то нам также понадобятся и, так сказать, вспомогательные элементы. Типа вот такие сеточки для кулеров. Они бывают еще и металлические такие. Это будет лучше, если металлические. Дальше понадобятся сами кулеры. На вдув, выдав. А вот у меня в данном случае 14 на 14 сантиметров. Большой кулер. Берите желательно побольше. Чем больше диаметр, тем медленнее он крутится и меньше шума создает. Это будет лучше. Можно даже с резиновыми винтами крепить на резиновые винты, чтобы гасилась вибрация. Также для гашения вибраций можно купить, использовать вот такой вот, видите, обычный стандартный набор туалетных губок кухонных. Эти вот губки потом вклеиваете под дно, если вы ставите на стул. Это будет эффективнее, чем любые ножки. Поролон очень хорошо гасит вибрацию. То есть, если вот у вас стоит компьютер на столе, послушайте, как оно шумит. Стол выступает в роли резонатора. Он очень сильно передает звук. Вы слышите большой шум. Поэтому обязательно гасите как-нибудь все это. Также у меня сейчас еще нет, из Китая идут. Скоро должны будет прийти. Это специальные силиконовые прокладки, которые наподобие как термопаста, только вот они используются для того, чтобы передавать тепло. Они не проводят ток, но зато хорошо проводят тепло. Испуделывать корпус огромный из алюминия и не использовать его возможности в качестве радиатора, ну, по-моему, это просто кощунство. Поэтому надо обязательно сделать так, чтобы, так сказать, и сам корпус выступал в роли радиатора и отводил часть тепла от деталей. Особенно снизу платы, с блока питания. Поэтому через вот эти прокладки можно использовать возможность забирать часть тепла на сам корпус. Поэтому обязательно берите. Они продаются разные. 0,5 мм, 1 мм, 2 мм. Лучше всего брать 1 мм, потому что сильно толстые 2-3 мм, 5 мм. Они недостаточно уже хорошо проводят тепло, не так качественно. Поэтому 1 мм будет вполне достаточно. Подкладывайте их под различные компоненты, чтобы снимать тепло. Ну, в целом, это все суммарное число затраченных средств. Вы можете посмотреть сверху. В принципе, у вас примерно так должно получаться. В следующем видео я хочу поговорить непосредственно о сборке корпуса. Будем пилить, резать. Ну, вначале, конечно, отмерять. Отмерять. Возьмем материнскую плату. Далее. Вы видели китайский блок питания. Я буду делать его моддинг. В общем-то. Потому что толстый этот металл мне не нравится. Он слишком большой и тяжелый. Мы его замодим. Вставим туда наш вот этот кулер. 14-мм вместо 120. 14-сантиметровый вместо 12-сантиметрового. Светящийся. Положим там термопрокладки. Все, чтобы, так сказать, снимать тепло эффективнее. И также мы поставим туда еще и вольтметры. На линии основные питания. 5 и 12 вольт. Ну, в целом, все. Смотрите следующее видео. Продолжение следует.